Девчонки, всем большой привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня поговорю немножко об уходе за кожей, а вернее даже об увлажнении и питании, особенно сейчас зимой. Расскажу немножко об ингредиентах, на которые стоит обращать внимание при покупке того или иного средства. Так что, если вам интересна эта тема, то продолжайте смотреть. Девчонки, я тут задумалась. Дело в том, что я уже довольно продолжительное время живу за границей, и все мое общение сводится к английскому языку. То есть практически все продукты, которые я покупаю, и лейблы, все написано на английском языке. Так вот, в английском языке, если вы знаете, слово увлажнение, то есть увлажняющий крем, он может называться либо hydrating cream, либо moisturizing cream. И в русском языке нет такой альтернативы. То есть в основном это название этого крема будет переводиться просто как увлажняющий крем. И я задумалась, в чем же на самом деле различие между этими двумя понятиями. Своим опытом знаю по ощущениям на коже, что есть большая разница между этими двумя средствами. Но не могла понять все-таки действительно из-за чего такая разница и чем это обосновывается. Поэтому провела такое небольшое для вас исследование, если можно сказать. Давайте условно называть hydrating cream, да, то есть увлажняющий крем увлажняющим. И moisturizing cream я буду называть питательным кремом. Для того, чтобы просто различать нам эти понятия, потому что я даже залезла в словарь лишний раз посмотреть, как этот слой переводится. Ну, на русский язык словарь упорно переводит и то, и другое слово как увлажнение. Поэтому нет такой большой разницы. Будем называть это увлажнение и питание. Так вот, девчонки, эти средства, они выполняют совершенно разные функции. Первая функция это средств по увлажнению. Функция заключается непосредственно в восполнении недостающей кожи влаги, да, то есть это восстановление водного баланса в коже. В свою очередь питание или moisturizing, какие-то свойства, средства, они заключаются в том, что создать некоторую такую пленку на лице, которая будет способствовать тому, чтобы эта влага, которая есть у нас в коже, она будет не так быстро испаряться. То есть вы видите, насколько разные функции. И от этого, собственно, зависит и какие ингредиенты будут в том или ином средстве. Нормальная кожа, естественно, считается, в которой достаточный уровень влаги и достаточный уровень липидов, да, то есть вот этой как раз-таки жировой поверхностной клетки, которые защищают влагу от испарения на нашей коже. Если они в порядке, то есть находятся в балансе, то кожа считается нормальной. Если же у вас жирная кожа, то это опять же может быть, то есть это не обязательно, но причиной вашей жирной кожи это может быть как раз-таки недостаток этой влаги. Дело в том, что кожа работает так, что если кожа недостаточна влаги, она начинает, она не может произвести эту влагу, то есть она начинает создавать дополнительный этот внешний барьер. То есть жировые клетки начинают производить больше жира, защищать от того, чтобы кожа не испаряла больше влаги, чтобы больше влаги оставалось внутри кожи. Вследствие чего она может стать более жирной, поэтому обратите внимание. В свою очередь с сухой кожей происходит похожая вещь. Сухая кожа не означает, что кожи недостаточно влаги. Это чаще всего означает, что у кожи достаточно хорошо работает вот этот внешний барьер из липидных жиров, то есть он разрушен по какой-то причине. Возможно, вы используете слишком часто пилинги или был какой-то гормональный дисбаланс, да, и вот эта вот внешняя защитная такая, можно сказать, жирная пленка на коже, она по какой-то причине немножко разрушилась. Вследствие чего кожа внутреннюю, она достаточно увлажнена, но тем не менее внешне эта влага очень быстро испаряется. Девчонки, мне кажется, что самым важным фактором при выборе средств это, конечно, являются ингредиенты. То есть что непосредственно входит в средство, которое вы собираетесь приобрести. Поэтому хотелось бы особенно поговорить о том, какие средства, какие ингредиенты входят в средства, увлажняющие и питательные. Увлажняющие элементы, они работают таким образом, когда в их состав входят так называемые, по-английски они называются humectants, то есть это те вещества, которые увлажняют кожу. Каким образом? Они, оказываясь на поверхности вашей кожи, начинают впитывать и поглощать влагу, то есть переносить влагу с более глубинных условий в кожу, в том числе и из окружающей среды атмосферы. Но сразу же оговорюсь, что поскольку мы живем все-таки в сухом примите чаще всего, то есть не в тропиках, эти вещества не будут переносить влагу из окружающей среды к нам в кожу. Для этого уровень влажности в окружающей среде должен быть где-то от 70%. То есть если вы живете в тропиках, то классно, эти средства помогут впитать вашу кожу гораздо лучше. Но для всех остальных, кто живет в сухих частях среды, так скажем, такие вещества будут поглощать влагу из более глубинных частей кожи и переносить ее на поверхность. В этом на самом деле нет ничего плохого, потому что, опять же, возникает необходимость в достаточное количество потребления воды, поскольку вы будете таким образом переносить с помощью этих веществ влагу из глубин кожи на поверхность. Так вот, к таким веществам, которые будут переносить влагу из глубин на поверхность, относятся в первую очередь, конечно, гиалуроновая кислота. Я думаю, что гиалуроновая кислота это вообще сейчас такой какой-то золотой стандарт, по которому все ориентируются. Практически все средства, которые есть на рынке и все бренды, выпускают что-нибудь с гиалуроновой кислотой. И это классно. Здесь нет ничего такого. Это очень классная вещь. Это очень натуральная вещь. То есть, это кислота, которая есть у нас в составе в коже, и она может переносить, то есть, цеплять на себя, грубо говоря, как молекула, очень большое количество молекул воды, что очень полезно для нашей кожи. Единственная такая особенность. Гиалуроновая кислота, как молекула, она может быть разного размера. То есть, чем меньше молекула, тем глубже она может проникать. Либо же крупные молекулы, они остаются на поверхности кожи, увлажняют только самый-самый поверхностный слой кожи. Если вы хотите увлажнить свою кожу более глубинно, то, конечно, есть такие процедуры, как мезотерапия и биоревитализация. Кстати, биоревитализация это как раз-таки, когда 100% только гиалуроновой кислоты наносится под кожу. Это бывает инъекционная, да, то есть, когда вам ее вкалывают, либо бывает безинъекционная, аппаратная, так называемая. И мезотерапия. Мезотерапия это тоже самое инъекционная или безинъекционная, но когда вам в кожу, под кожу вкалывается гиалуроновая кислота, плюс еще различные витаминные комплексы для кожи. Это было небольшое такое отступление о гиалуроновой кислоте. Кроме того, натуральными увлажняющими веществами, да, которые будут переносить влагу на поверхность кожи, является алоэ, очень хорошим натуральным средством, которое к тому же является гипоаллергеном. Это мед, и это всем известный глицерин. То есть глицерин, он практически существует в каждом средстве, и он как раз будет, вот, что называется, насыщать влагу вашей кожи. Кроме того, относится еще к уже химическим соединениям, это пропиленгликоль и разные виды гликоля, и альфа-гидрокислоты, так называемые АХА, по-английски они называются. В свою очередь, к питательным ингредиентам в составе входят такие вещества, как парафин или воск, либо еще такие вещества, как эфирные масла, коллаген и так называемый жирный спирт. Я обязательно все эти ингредиенты напишу ниже в инфобоксе, на английском языке, для того, чтобы вы могли эти вещи искать на лейблах продукта, которые вы собираетесь покупать. Девчонки, хотела сразу же вам показать на примере. У меня здесь есть вот такой вот тоник, гиалуроновый тоник от Secret Key. В плане ингредиентов, что в нем есть? Этот тоник обладает именно увлажняющим действием, то есть он так и называется Hydrating. Здесь в составе есть глицерин, гиалуроновая кислота, здесь есть разные кислоты, пропиленгликоль, о котором я говорила, и другие вещества, фруктовые экстракты, которые непосредственно именно увлажняют кожу. В такого рода увлажняющих средствах обычно не бывает большого количества, иногда и совсем не бывает разного рода масел, в том числе и коллагена, и силиконов, и парафинов, и всего такого. Поэтому будьте внимательны, смотрите. Потому что в отличие от вот этого, у меня есть тут другой тоник от Mizon, который в своем названии так и называется Deep Moisture Essential Care. То есть вот этот тоник больше нацелен на построение защитной пленки на лице, которая позволит влаге испаряться не так быстро. В составе него, здесь у меня указано, как раз таки есть вот эти необходимые масла, которые будут создавать вот этот барьер. Здесь в составе есть, например, касторовое масло, есть фруктовые масла, есть в том числе и глицерин, который опять же увлажняет. Кстати говоря, по составу, даже невооруженным глазом видно, что вот это средство, оно более маслянистое, да. То есть несмотря на то, что это тоник, то есть его нужно наносить на ватный диск, но по сравнению с вот этим, вот этот более жидкий, да, вот этот достаточно плотный. То есть это еще одно доказательство того, что он имеет функцию такого барьера для кожи. Есть еще один такой важный момент. Если вы планируете наносить увлажняющие или питательные вещества, в любом случае увлажняющие вещества, поскольку они идут на основе воды, то есть не содержат в себе масла чаще всего, их нужно наносить в первую очередь. Чтобы потом сверху уже накладывать вещества, которые будут создавать пленку и блокировать влагу вашей кожи. Я рассказала вам немножко сегодня об увлажнении кожи и разнице между увлажнением и питанием. Надеюсь, что когда теперь вы будете смотреть на лейблы и названия разных продуктов, вы сможете найти то средство, которое вам действительно нужно. Если вам понравилось это видео, ставьте обязательно лайки. Ну, на сегодня все. Пока-пока!